Эта эффектная блондинка раньше увлекалась вокалом и танцами. Сегодня она воспитывает двоих детей и в свободное время занимается иностранными языками. Я капризная и вредная, как говорит мой муж. Но что касается спорта, я считаю, сила воли у меня есть. А еще она мастер спорта международного класса. Трехкратная абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу и жиму лежа. Абсолютная чемпионка Курской области по фитнесу и судья международной категории. До знакомства с будущим мужем и тренером Игорем Умеренковым она работала на обувной фабрике. Заниматься спортом Юлия начала для того, чтобы прийти в форму после родов. И первого своего успеха добилась спустя всего две недели, показав на соревнованиях по пауэрлифтингу результат третьего разряда. А вот титул чемпионки стоил ей года изнурительных тренировок. Чтобы девушки не пугались, что придя в зал они ни в коем случае не станут сразу огромными, большими, перекачанными. Это очень тяжело на самом деле добиться. Многие мужчины годами занимаются, не могут достичь нужной формы, желаемой. А уж девушке тем более трудно прийти в зал и сразу какие-то мышцы где-то. Поэтому придя в зал девушка в первую очередь она подтягивает свою фигуру. Она становится стройнее, то есть кожа становится лучше. Сегодня семья Умеренковых успешно выступает на соревнованиях различного масштаба. Они давно вошли в спортивную элиту, встав визитной карточкой курского пауэрлифтинга. Юлия и Игорь преподают пауэрлифтинг, бодибилдинг и фитнес. Игорь является абсолютным победителем Кубка Европы по становой тяге, абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу. А начинал свою карьеру 17 лет назад, как и многие его коллеги в нашей стране. В принципе в России бодибилдинг начинался в начале 90-х именно с Курской области. Угремели на всю Россию турниры курских силовей. Потом лет на 15 этот вид спорта исчез у нас в области, но хорошо развивался в России. И вот буквально года 4 назад мы снова начали развивать. Организовали Курскую федерацию силовых видов спорта. Разместили ее в штаб-квартиру в атлетическом клубе «Носорок». Открыли занятия по трем направлениям – пауэрлифтинг, бодибилдинг и фитнес. Суть пауэрлифтинга – в преодолении максимально тяжелого веса. В качестве соревновательных дисциплин в нее входят три упражнения. Приседания со штангой на спине, жим лежа и тяга штанги. В сумме они определяют квалификацию спортсмена. Культуризм или бодибилдинг представляет собой своеобразный конкурс красоты. Здесь судьи оценивают рельеф мускулатуру участников, определяя культуриста с наиболее совершенным телом. Подобно артистам, бодибилдеры перед выходом на сцену используют специальный грим. Их тело визуально становится более рельефным. Кроме того, грим делает участников однообразными, что облегчает работу судейства. Направление фитнес имеет более широкий смысл. Он развивает общую физическую подготовку. Традиционно в области, именно в категории фитнес, наши спортсмены были всегда номер один. Это и абсолютная чемпионка области неоднократная Юлия Умеренкова, абсолютные чемпионы Курской области по фитнесу и также Воронежской области. Тимохин Сергей, Женя Кушниров, ну и многие другие ребята. Сейчас Егор Корбов готовится как раз к соревнованиям по фитнесу. Спортсмен интенсивно тренируется, соблюдает строгую низкоуглеводную диету. А еще дополнительно занимается хореографией, так как в дисциплине фитнес присутствует танцевальная произвольная программа. При всем желании мышцы растут за полгода на желаемых объемах. Это все очень тяжелый труд. Режим питания, режим тренировок, режим общего дня. Общий соблюдать постоянно нужно. Принимать участие в любой из трех номинаций силовых видов спорта может каждый спортсмен, если он соответствует необходимым критериям. Есть определенные критерии в каждой из номинаций. Допустим, у бодибилдеров это должна быть большая мышечная масса, у фитнесистов она чуть меньше, у женщин там больше ценится баланс. Ну, опять же, спортсмены всех категорий должны быть очень рельефны, гармонично развиты, то есть не должно быть огромных рук и худых ног, и наоборот. Год назад федерацию переименовали. Теперь это федерация бодибилдинга, бодифитнеса и фитнеса Курской области. Сегодня она насчитывает несколько сотен спортсменов. Среди курян уже есть не только абсолютные чемпионы Курской, Орловской, Воронежской областей, но и призеры всероссийских чемпионатов. Но даже у сильного спорта есть слабости. Основное – это финансирование. Иногда у Меренкова приходится единолично спонсировать соревнования. Однако ему всегда удается собирать полный тренажерный зал, а два раза в год в Курске проводить открытые чемпионаты и Кубки области. В этом году, буквально через месяц, в декабре, 13 декабря, открытый чемпионат Курской области пройдет в рамках юбилейного международного спортивного фестиваля «Носорокпро-5». Нужно отметить довольно большое количество участников, высокий уровень участников. В категории бодибилдинг, самый престижный, будут выступать спортсмены, мастера спорта из Беларуси, из Санкт-Петербурга, соседних областей. Это Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Орловская области. То есть очень много спортсменов будет. Также впервые в Курской области мы добавляем такую номинацию, как бикини. Максимально возрастной рамки для настоящего культуриста нет, а начинать заниматься бодибилдингом и фитнесом желательно не раньше 11-13 лет. Именно в этом возрасте можно достичь наилучшего результата с минимумом вреда для здоровья. Самое главное, говорят спортсмены, идти к большой цели маленькими шагами. И тогда покоряться все вершины Олимпа.